Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик. Спасибо вам всем, что вы поддерживаете данные видеоролики, то, что вы проявляете огромнейшую, просто огромнейшую максимальную активность в комментариях, предлагаете довольно большое количество интересных вооружений и, безусловно, продолжайте это делать, потому что мне проще уже определяться, с какими пушками иметь дело, какие корпуса обозревать, что показывать. Потому что исключительно на ваше мнение я акцентирую свое внимание и за счет него уже отталкиваюсь и смотрю, что лучше вообще показать, о чем лучше рассказать. И сегодня у нас очередное вооружение, которое предложили вы. Это Хорната Изида, Соску, именно Изиду я не показывал еще ни в одном видеоролике, да и вообще на данной пушке я играл, наверное, месяца 3-4 назад, когда были у нас еще всякие там турнирчики. Я поигрывал в медиуме, если не ошибаюсь, на данной пушечке. Ну а так, в общем и целом, довольно-таки давно я не играл на данном вооружении. И посмотрим, что вообще сможет показать нам Изида в матчмейкинге, нагибает ли она прямо сейчас, устройств никаких мы использовать не будем. Сыграем, как всегда, по дефолту одну каточку в контроле точек, одну в захвате флага, если контроль точек удастся, начнем именно с него. И я скажу, наверное, какое-то свое определенное мнение по данному вооружению. А вы в комментарии прямо сейчас не забывайте писать еще дополнительные свои вооружения для следующих видеороликов, какие вы бы хотели бы посмотреть. Ну и, конечно же, не забывайте прожимать лайк на данный видеоролик. Как только у нас набирается больше соточки, сразу же записывается следующий видос. И если это все дело набирается меньше, чем за сутки, то, соответственно, на следующий день уже видеоролик у нас на канале появляется. И по такому графику довольно-таки неплохо мы с вами держимся. Что касаемо Эзиды, как вы видите, без устройства расстояние выстрела довольно-таки хорошее. То есть, если бы я играл бы сейчас с какими-нибудь широкополосниками, то расстояние было бы где-то в полтора раза меньше. И, возможно, таки не так жестко можно было бы держать противника хотя бы на каком-то минимальном расстоянии. Поэтому я думаю, что устройство сегодня ни к чему. Здесь я не буду какие-то стенки выкручивать. Больше играем, конечно же, на урон, не на лечение. И посмотрим вообще, что удастся нам набить с данным интересным вооружением. По сути, как будто я играю на простом продуве, только у меня Эзидка. Возможно, в каком-то моментике я попытаюсь там подлечить какого-нибудь союзника, если это будет нужно. Но, по сути, наверное, таки в матчмейкинге, в контроле точек лечение особо, ну, не нужно. Может быть, стоит когда-то, когда нечего делать, тут чуть-чуть подлечить, подзаработать дополнительный опыт. Ну, а так можно играть спокойнейшим образом на урон, на уничтожение противника и ни в чем себе не отказывать. При том раскладе то, что резистов от Эзиды, как вы видите, только один. И то, мне кажется, что это какой-то рандомный челик. Потому что в матчмейкинге, по сути, сейчас резистов от данной пушки не имеется. Катка складывается довольно-таки неплохо. За две минутки мы уже тут уведем, и я думаю, что нужно увеличивать данный отрыв. Сейчас попытаюсь заехать на правую зону. Вижу там два танка, овердрайв я уже здесь прожал. Возможно, немножко поторопился, но я думаю, что здесь можно было бы забирать данный танк. Но он прожал овердрайв. Не совсем приятно, когда происходят, конечно же, такие моментики. Но что поделать? Нужно к ним быть тоже готовым. Я сейчас довольно сильно ушел на сближение. Мог сыграть от расстояний, и тогда бы, возможно-таки, меня так просто не нагибали. Немножко непривычно, честно говоря, играть на Эзиде. Я играю как исключительно на пушке, которая продув. И постоянно сближаюсь довольно сильно с противником. Пытаюсь надамажить как можно больше. Но за счет правильных действий противника, который может, например, сбивать прицел, играть на Эзиде становится максимально сложно. Я надеюсь, что все равно нам удастся, как всегда, заработать первое место. И при всем этом еще и выиграть каточку. Но трудности я уже вижу, что в этом бою могут быть. Потому что мы уже проигрываем. Хоть и по очкам вроде как у меня не все так плохо, хотя еще и не первое место, но двигаемся в нужном направлении. Главное, чтобы наша команда контролировала сейчас точки, акцентировала внимание, например, на центр. Боролась, забирала. Я смотрю, что очень большое количество хорьков имеется в этой катке. И я, наверное, пойду сейчас на смещение в правую зону. Пытаюсь там раздамажить противника. Если там кто-то вообще есть. Ну вот, когда такие моменты происходят, когда тебе кто-то мешает, что-то под ногами путается. Ну еще... О, хорошо, хоть овер не прошел. Было бы еще овердрайв, было бы вообще максимально печальная ситуация. В этом моменте здесь тиммейта подлечили. Неплохо. Забрали еще одного. Ну и надо уже отправляться, наверное, на давление респа. Если кто заметил, можете посмотреть на мое количество аптечек. И сказать вообще свое мнение по этому поводу. Как вам такое количество? Благо я уже вчера закончил данный нагибаторский челлендж. Уже не буду так особо сидеть в этом матчмейкинге. Откроем еще на днях. Я думаю, что контейнеры там посмотрим. Может тоже что-нибудь хорошее дропнет. Ну и будем надеяться, что там нарочка прилетит. И ничего страшного в этом плане у меня не будет. Даже в такой моменте вы видите, что парень прожимает овердрайв на Титане. Я прожимаю контр-овер. Если бы я, например, в этом моменте играл бы на Жиге, то я бы сдул бы как минимум два, может даже три танка. Но на Езиде, когда он постоянно сбивает прицел, и за счет того, что я играю без никакого устройства, то мой луч бывает откидывается. То есть мне надо довольно жестко контролировать свою пушку. А если бы я, например, играл бы с устройством... Не помню, как оно называется. Ну, короче, дальность режется, но зато углы у данной Езиды становятся прям максимально четкие. Давайте я даже зайду и вам скажу, как это устройство называется. Возможно, широкополосный, да, излучатель, я хотел сказать. Но решил не говорить, дабы не ошибиться. А то опять бред какой-нибудь бы сказал, а вы мне бы потом сказали, да, это не то устройство. Лучше я себя, конечно, перепроверю. Ну, а катку мы сливаем. И если честно, это очень плохо. Хоть и мое первое место здесь закрепляется потихоньку, но это не есть хорошо. То, что катка пока что идет не в нашу пользу. Хотя, вроде как, сейчас три точки заберем. Центр бы поконтролить. При том раскладе, то, что две минутки до конца остается, то сейчас контроль точки, наверное, является максимальным приоритетом. И желательно было бы, если бы наши тиммейты сейчас контролировали хотя бы две точки, я буду тоже пытаться хотя бы одну здесь контролить. И, конечно, вот эти подлаги, это ужас какой-то. Что происходит? Баллон быстро заканчивается. Ну, конечно, я там три танка схавал. Но, все же, на Жиге баллона было бы побольше, если сравнивать Изидку с Жигой. Но зато от Изиды нет резиста. Здесь тоже можно как бы на это акцентировать свое внимание. Резиста нету, соответственно, тоже больше урона наносишь, быстрее нагибаешь. И еще в какой-то моментик можешь подлечить, например, тиммейта. Тоже, в принципе, неплохая такая ситуация, которая может решиться в лучшую пользу. Вот, например, как сейчас, Порно Торик был на 0 хп, а за Харька опыта довольно-таки неплохо насыпает. За счет того, что это легкий танк, а там распределение опыта идет за счет того, насколько много ты вылечил именно от текущего корпуса противнику здоровья. То есть, если ты лечишь Васпика или Харька, то ты зарабатываешь, по сути, за меньшую трату баллона, такой же самый опыт, чем ты бы лечил бы, там, например, Титана Мамонта. Тебе надо было бы дольше тратить время. Но, по сути, опыт был бы такой же самый. Ну, если вы поняли, о чем я говорю, не знаю, насколько понятно была изложена моя мысль. Но, надеюсь, что вы поняли. 20 секунд остается до конца. На 10 точек мы введем. Это очень хорошо. Даже, мне кажется, если мы не потеряем... Вернее, даже если потеряем все точки, уже не сможем проиграть данный бой. Неплохо подконтролили там за полторы минутки пару точек. И за счет этого уже выигрываем данный замечательный первый боечек. Я забираю свое первое место. Ну, как вы видите сами, когда сбивает прицел Рикошет Твинс, то довольно-таки тяжело контролировать лучи Зиды. И, возможно, в таком случае, если вам максимально некомфортно при игре на Изиде, то вам лучше использовать широкополосные излучатели. Устройство, которое дает возможность вам присосаться к противнику. И даже если он будет сбивать прицел, все равно вы будете наносить урон. Но, когда ты играешь без устройства никакого, то у тебя как бы луч отпадает, и тебе надо заново пытаться контролировать зону именно противника, дабы держаться за этот луч. И в какие-то моментики это намного тяжелее сделать. У меня в очередной раз крита ошибка. Карта довольно-таки интересная. Нам выпадает Чернобыль. Давно я на нем не играл. Даже были моментики, когда я его перепикивал. Потому что в захвате флага я бы не сказал, что это самая приятная и удобная карта. Но так как она сегодня выпала, то давайте попытаемся, постараемся что-то здесь сделать. Вижу, что там викинга рикошет красивый такой в Легасе. Уже едет к нам на базу и пытается еще в форно уехать с флажком. Надо было бы его добить. Есть, добил, но... Я играл с двумя резистами. Вы видели? Боже ты мой. Я только сейчас заметил, что у меня двойной резист одет. Боже, земля пухом, братик. Это все вчера этот Саратов нагибаторский. Или кто там был, не помню. На стриме. Мне пришлось одевать резист с двойной и снимать рез. Ох, боже. И я целый бой играл с двойным резистом. Это ж насколько больше я мог бы опыта формануть, если бы у меня был бы, например, третий резист от какой-нибудь нагибаторской пушки. Благо я хотя бы нажал R и заметил все это дело. Но катку мы уже начинаем проигрывать. Уже 0-1. И, наверное, стоит побольше сейчас поиграть на агрессии. Попробовать подергать флажочек. Вроде как опыт у меня идет. Мои тиммейты тоже заходят на вражескую базу. Это очень-очень хорошо. Может быть, даже мне было бы неплохо сейчас остаться в дефе, если бы наши тиммейты увезли флажочек. Но так как они ничего не увозят, то давайте отправляться в атаку. Пробовать заходить. Возможно, что-то у меня получится сделать. К слову, как вы видите, на мне также одет краска-гладиатор, которую я не одевал на протяжении... Ну, чтобы вам не соврать, наверное, полгода я не одевал данную краску. Вот сегодня что-то мне как-то... Захотелось записать видеоролик на данной краске. Почему бы нет? Пустует, валяется у меня в гараже. Возможно, сейчас самое время попробовать поиграть на ней. Хотя бы в одном из видеороликов. Ну, а вы, может быть, тоже как-то это дело оцените. А то она просто валяется, пылится. А кому-то даже очень-очень сильно данная краска нравится. Ну, я, конечно, скажу, что я не особый любитель данной замечательной краски. Но тем временем мы 0.2 уже сливаем. Я там пытался вытянуть один флажочек. Но, как вы видели, что у меня ничего здесь не получилось сделать. За счет того, что викинга-рикошет вот именно этот прожал овердрайв. И меня просто нагибал. Сейчас меня в очередной раз нагнули. Ну, и я не знаю, что здесь делать. 4 минуты остается до конца. Команда, не сказать, что особо мочится вперед. Притом, рассказывает, что она сливает уже 0.2. Было бы неплохо, конечно, если бы она играла бы на агрессии. Хотелось бы что-то сделать в атаке. Сейчас еще шафта плюха прилетает. Давайте хотя бы похаваю, что ли. Здесь тоже углы плохие. С устройством были бы хорошие уголочки. Возможно, мы еще и зитку потестим с устройствами какими-то. Если вам эта пушка будет нравиться. Если вы захотите, чтобы я на ней покатал. Ну, а сегодня такой чисто видосик, в котором я пытаюсь максимально жестко поиграть на дэмэдж. По опыту, в принципе, у меня получается здесь реализовать данную пушку в контроле точек. Вообще все было прекрасно. Но здесь уже, если учитывать игру на команду и то, что мне нужно ехать в атаку и увозить флаги, то ничего хорошего. Пока что в этом бою я здесь не вижу. Видите, как раскручивает мой танк. И я вообще просто... Ну, не могу я ничего сделать. У тебя раскачивает корпус, во-первых. Во-вторых, пушка у тебя нестабильна. И как ты можешь присосаться к противнику? Это максимально тяжело. И в такие моменты, конечно, что рикошет, что твинс просто жестко доминируют над данной пушкой. Если они еще и умеют грамотно играть, то это просто крах. Хотя бы вот сейчас бы этого бы мамонта схавать. А потом попытаться увезти... Ну да, конечно. Боже, опять я пошел на сближение. Для чего я это сделал? Надо было просто поиграть на расстоянии. И все было бы прекрасно. А так, противник поставил еще один флажочек. Прожал я здесь овердрайв. Наш тиммейт там дергает. Да, вроде как дергает. Давайте попробую его встретить. То есть он сейчас увезет, а увозит. Отлично. Отлично. Вылечим. Вылечим тиммейт. Он схидывает мне флажочек. Блин, красавчик. Вообще лучший. Я даже, возможно, сейчас поставлю здесь флаг. Там уже противник заходит на нашу базу. Овердрайв у меня пропадает. А у него овер. Да боже ты мой. Ну что это за тайминги? Просто овер ваншот. Домой на респы и все. Иггшечка. Очередной овердрайв, который просто уничтожает и доминирует надо мной. Ну боже. Еще один овер. Ну боже. Ну что это такое? Как мне против этого играть? Я каждый заход делаю и встречаю хоть одного противника и он прожимает на меня овер. Как вы вообще расцениваете данные движения? Что можно сделать в этот момент, когда на вас просто прожимают овердрайвы? По кд. Еще и противник возвращает флаг. Еще и делает доставку. 4-0. Ну вообще просто печальная катка. Ничего здесь не получается у нашей команды. Я-то, конечно, свои 6 звезд заберу. Но, как вы понимаете, играем мы все равно на команду. И данный результат меня целиком и полностью не устраивает. Попытаемся хотя бы, давайте, увести флаг престижа. Хотя бы не в ноль проиграть данный бой. Но, похоже, даже этого мне сейчас не хотят давать сделать. Но, давайте попробуем. Возможность есть. Небольшая там была мина, походу, где-то. Отлично. Ухожу на низ. Главное, что порта не прилетела. Отлично. Рельса промахивается. А я-то уже увожу. Шикарно. Шикарно, 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 шикарно. Еще бы кто-то подстраховал. Просто было бы великолепно. Сейчас меня просто схавает. Ло, 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 друзья, страхуйте. Спасибо. Где флаг? Флаг не на доставке, да? Там размен. Я понял. Я понял. А хп у меня сколько? У меня ноль хп. У меня просто ноль хп. Ну, я надеюсь, что я до аптечки доживу. 38 секунд. Просто максимальная надежда на то, что наша команда сумеет вернуть вражеский флаг. Я-то попытаюсь максимально здесь грамотно отыграть. Подсейвиться. Притом рассказывать, что у меня еще и овердрайв есть. Я думаю, что у меня здесь должно все получаться. Если бы наша команда сейчас бы вернула флаг, я бы сказал, что они просто красавчики. Я бы его доставил. И данная катка бы закончилась хотя бы не в сухую. 15 секунд. Надо уже потихонечку выдвигаться на доставочку. Дабы, если вдруг будет возврат, я его сумел быстро реализовать. Там шахт стоит, все лицо. Отлично! Возврат будет? Или нет? Или это просто скидка флага? А, это просто скидка флага. Обидно. Обидно, что вот такие вот катки тоже бывают у нас в матчмейкинге. Хоть я забираю здесь первое место, но все же я не считаю, что это хороший результат, когда ты проигрываешь катку с счетом 4-0. Возможно, в какой-то степени не все зависело в данном бою только исключительно от моих действий. Но я, ну, не на полностью, наверное, не на все 100% сумел реализовать данное вооружение в данном бою. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, не забывайте прожимать лайк на данный видеоролик. Подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Потому что довольно большое количество зрителей смотрит данные видеоролики без подписки. Поэтому, если у вас кнопочка подписаться горит красным цветом, то, пожалуйста, возьмите, подпишите. Сделайте мне приятно. Мы потихонечку растем, идем вверх. Уже совсем скоро, возможно, доберемся до 8000. Ну, и вы меня тем самым тоже в какой-то степени поддержите. Вот такой вот видеоролик получился. Всем, друзья, спасибо. Всем удачи. И всем пока.